Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Он долго делался фильм, да. Это из-за финансирования, да? Почему так долго снимался фильм? Нет, в фильме все прекрасно, в фильме все на самом деле прекрасно. А почему так долго снимался фильм? И представители бизнеса уже его смогли посмотреть, оценить? И что вам сказали? Были же наверняка какие-то уже встречи? Он снимался быстро, но он долго монтировался. А, долго монтировался. А представители бизнеса некоторые видели и им понравилось. А вот представители Госдумы, представители власти. Власти пока, я не знаю. Реакции пока не слышали никакой? Ничего не слышал. Ну, очень профессиональное кино, спасибо вам. Иногда бывает, но редко. Ну, как у вас спросили, часто ли вы были в Касимовске? За неделю? Ну, я не знаю. Ну, реже. Какая у вас была задача, когда вы ставили этот фильм? Что вы хотели сказать зрителям? И что подвигло вас на создание гаража? Скажите, пожалуйста, а зачем надо было показывать скульптуру Родины-Матери, там вот эти горельефы, да? А зачем этот сцент? Ну, в каком смысле зачем? Ну, что вы хотели вот показать, что он около этого памятника? Так это не... Ну, я не думал, что только что в этом есть какой-то смысл. В этом нет никакого-то смысла, идеи какой-то. Нет, ну почему? Он столько времени занимает. А его в лифте убивают, да? Что-то непонятно. Где его убивают? В лифте? Сейчас. Это неизвестно. Это неизвестно, убивают или убивают. А, да? Нет, да потому что не показано. А трое входит, а он в лифте остается. Ну, вдруг я захочу продолжение снять, и тогда если его убивают, у меня уже не получится продолжение. Поэтому неизвестно. Может быть, может и не убили. А если не буду снимать продолжение, значит убили. А подскажите, пожалуйста, про международную выгляду. Как ты вела эту картину? Международный фестиваль по драматисту Родины показывает в рамках идеи кино в Лондоне российской? Да, и показали ли в Киеве этот фильм? Интересно для зрителей российской такой действительности. Я, насколько знаю, его показывали только в Ханты-Мансийске. Его показывали в Москве в программе «Панорама российского кино» в рамках Московского кинофестиваля. И больше нигде его не было ни в Лондоне, ни в Киеве. В Лондоне это не припользуется. Просто будет наверняка хоть за скрыт, мне кажется. Как вот, есть какие-то отлики именно международные? Потому что, как бы, такая сфера российского бизнеса. Я понимаю, что может и сложно с вами все понять, но очень много, на мой взгляд, режиссерских таких интересных решений. Правда. Спасибо за добрый, добрый. Юмор такой, который практикуется очень глубине, отлично. Юмор заложен у нас серьезный. Фильм, спасибо. А этот фильм, его смотрело какое-то количество иностранцев вообще. Потому что работа над ним была в Лондоне, и там и люди, которые работали над фильмом, и другие люди, и всякие иностранные, его смотрели. В принципе, он, наверное, чуть-чуть все-таки российскому зрению он лучше понятен, чем иностранным, потому что там есть всякая наша российская специфика, которая... Я еще, как неопытный режиссер, я когда снимал, я не очень об этом думал. Если бы я думал, может быть, я бы чуть-чуть его сделал более универсальным. Но, в общем, людям он понравился иностранный, который любит. Спасибо. Пожалуйста, у вас одна работа? Нет, это первый мой фильм. Больше я не снимал ничего. А что вы собираетесь дальше снимать? Я не знаю. А у вас была мысль пригласить сценаристов по поводу своей идеи режиссера, который выделил опыт, чтобы высказаться через профессиональные идеи? Я не думаю, что... Я думаю, что это и есть высказаться, как бы вот... Когда ты снимаешь кино, когда ты что-то делаешь своими руками, когда ты сам это делаешь, это и есть высказаться. Если у тебя есть какая-то мысль, что там, тише едешь, дальше будешь, или вот наш герой там что-то рассказывал, если у тебя такая мысль есть, то это и есть тогда твоя мысль, и зачем нанимать кого-то, кто будет ее иллюстрировать? То есть, мне кажется, так получаются произведения искусства, если они получаются. Какой-то, пожалуйста, а сценарий сразу был, или он по мере, вот, по мере, так сказать, вот этих вот, более 10 лет, которые прошли, он менялся? Он был, он был, долго писался, потом он был, а потом он менялся в процессе сферы, а потом он менялся в процессе монтажа. Сейчас это не понятно, да, понятно. То есть, вообще, произвело впечатление, что этот фильм вот актуальный именно на сегодня, а завтра он уже, его хотелось бы поменять, да? Нет, я очень надеюсь, что он будет вечно актуален. И дай бог. Это что-то то, что было демонтировано, или что-то, я не в курсе, вот это вот, ну, настоящие скульптуры. Я не понял, извините, что? Что это? Нет, ну, тот, который... Вы сроки, я знаю, что это Родина-Мать. А вот те скульптуры, которые он смотрит, как бы, вот в подвале, или где-то там, вот... Нет, это парк Победы в Киеве, где мемориал Родина-Мать. Там есть такой коридор, и там барельефы, барельефы скульптурные, посвященные Великой Отечественной Копеде. Ну, там, вы там, какие-то впечатления такого, как будто бы они, что там никого не бывает, и... Ну, там, если честно, не очень много людей бывает, особенно ночью. То есть это открыто постоянно? Ну, да, там. А действительно вот гасится свет в какой-то момент, и не всю ночь этот монумент подключивается? Нет, это, как это сказать, придумка, наша придумка, нам пришлось ее выключать. Ну, вот я и хочу узнать, что Ваша, что это стихо, на самом деле. Спасибо. А почему для дебюта Вы выбрали столь остросоциальную тему? В общем, в общем, это все более актуально, да, и сейчас, вот именно, не случайно, в этом году Вы выстрелы на всех фестивалях. А почему Вы думаете так? То есть, вот при ценном Вы снимали, и так случайно получилось? Нет, я тут прицелов не было. Я, на самом деле, очень рад, что так получается, что когда время проходит, и фильм начинает людям нравиться, чем наоборот. Вот, поэтому, я не знаю, как получилось. У меня в любом случае не было никаких мыслей по поводу остро-социальности, каких-то что-то критиковать, что-то там... Так получилось. Да, там, как бы, если это рассуждать, то герой, он, может быть, ему что-то не нравится, потому что он, в общем, в зеркало смотрит, потому что, что вокруг что-то там плохое. В общем, наверное, вот это дает способ, как надежда, что фильм будет как-то уже больше. А рынок зачем показан? Что хотели показать? Что рынок показывали? Рынок? Да, зачем? Ну, что бизнес – это не просто, не для всех. Ну, тут никаких, понимаете, нет мыслей каких-то, почему. Да, фильм вообще мыслей по поводу. Ну, пошел на рынок. Ну, такие люди, по-моему, на рынок не ходят. Нет никаких вообще. Какие люди на рынок? Ну, такие обеспеченные. Зачем им на рынок ходить? Ходят. Какая-то прокатная кампания заинтересовалась? Не показывает на рынке, может быть, просто такой? Пока нет. Это не сам, в принципе, не показывает. Так, это все просто. Здравствуйте, мне бы хотелось задать вопрос по поводу фильма. Вы показываете нам достаточно сложную историю, трагичную и с личной точки зрения, с точки зрения бизнеса, труда. Но мне не совсем понятно, что именно вы хотели сказать зрителям через эту историю. Она произвела впечатление, она очень сильная. Она не совсем понимает, на какой именно отклик душеврителей вы рассчитываете. Я просто хотел на вас произвести впечатление. А вот, да. А вот вы снимали в Москве, снимали в Киеве. Насколько разные между собой вам показались киевляне и москвичи? Я вообще жил в Киеве в 20-м году. То есть разницы никакой? Огромная. Ну, огромная, ну, не огромная, но большая разница есть. В чем она проявляется? Киевляне, они больше, я думал, я приехал в Киев жить, я думал, что там киевляне, украинцы похожи на русский. Оказалось, что они больше на итальянцев похожи по своему менталитету, по такому южному, расслабленному, легкому менталитету. Я очень долго к этому привыкал и удивлялся. Потому что я пытался в Киеве тоже бизнесом заниматься, это было, очень отличалось от Москвы. А вы говорите, столько лет прожили в Киеве, а последние годы были там? Нет, я жил в Киеве с 2007 по 2009 год, я в Москве. А вы сами из Москвы? Да. Из Москвы, да? А вы там свои любимые стихи читали? Я? Бизнесмен. Да, то есть, да, это непосредственно ваше, как в области люди разбираются. Поэтому решили показать, так сказать, изнутри своих деятелей. Да? Ну, как производственная драма. Слушай, так а в чем была его ошибка? Почему у него не получилось? Чего у него не получилось? Ну, ничего у него не получилось. Ну, это как посмотреть, может, у него все получилось. То есть, он сейчас из лифта выйдет и пойдет дальше, там, жить, работать. Почему он погибает? Там же нет крови, нога. Он же не вышел? Нога же не мешает. Нет, ну, потому что лифт открывается, и никто с него не выходит. Трое вышли. Мы с ним захочем. В общем, вопросов много, это хорошо. Да, хорошо. Скажите, пожалуйста, а бюджет фильма какой? Ну, ну, а что? А мы, как раз узнаем, да, сколько? Много. Много. Нет. Небольшой. А на какую публику рассчитан ваш фильм вообще-то? Как у Сокорова, что ли? Такого типа? Бюджет, ну, если бы вы хотите поговорить, а вот бюджет 1500, примерно, долларов. Да. Это небольшой. Гораздо больше оказался, чем можно. Мне казалось, потому что я пытался экономить на все. У нас все артисты бесплатно снимались на основные роли. Мы почти не платили в местах, в которых мы снимали. Им почему-то все равно ужасно много денег. А на что они купили? Вот они как-то между пальцев уходят, когда кино снимаешь. Кажется, что ты на всем экономишь. Кажется, когда вы были в кадре, или там другие люди, которые играли в это время, вы должны были каким-то образом управлять? Ну, ты когда, как сказать, ты когда в кадре, ты можешь изнутри, ты в сцене сам присутствуешь как-то, ты можешь изнутри сценой руководить. Если вы как-то играете в другую сторону, это плюс. Плюс. Ну, есть и минус, конечно, когда ты режиссер. А ваш фильм, получается, на какую публику рассчитан? На такой элитарный, что ли? Нет, на всех. На всех? Вы знаете, мне кажется, что на всех он не дойдет. Но я по себе сужу. Ну, это спорный вопрос. Это пока не все равно. А как вы от актеров добились такой документальной точности, если они даже не профессиональные актеры? Они как раз, как раз у них лучше получаются, чем, как мне кажется, чем у артистов. А много дублей, много дублей снималось вот в сценах? Были сцены, где очень много дублей, в зависимости от типа артиста, с которым мы имели дело. А были, где был один дубль, потому что второй, третий, четвертый были уже невозможны. Акать уже больше? Нет. Да, то бы окупаемость еще не было. Окупаемость пока нулевая. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо. Здесь сложно и много вопросов. Здорово с такой вот, конечно. Интересно. Спасибо, Дмитрий. И так проведем вас сегодня на наших корпусных показах. Спасибо. Дмитрий, я как бы держать, но никак не было. Спасибо. Спасибо.